пятница вечер я иду не в бар а иду в гараж ковырять квадроцикл друзья всем привет вот пятница вечер где я нахожусь можно было найти более наверное приятное времяпровождение но я здесь и меня ждет не менее приятная работа вот с этим квадроциклом да сейчас у меня запланирован такой серьезный этап это установить вынести радиатор на этом квадроцикле сегодня по плану разобрать все морду добраться до него вытащить вам что-то показать рассказать самому получить опыт по установке так что как раз этим и планирую заниматься в прошлом видео показывал свой домкрат штатный домкрат от крузака вот и у меня сделан переходник вот сюда чтобы я мог использовать шуруповерт и быстро этим пользоваться обещал показать рассказать как он сделан сделан элементарно для шуруповерта вот такие есть переходники нам нужен средний то есть здесь с небольшими доработками вот такой вот есть квадрат такой же и просто обработав на наждаке саживаю его вот в этот квадрат ну и приварил потому что он болтался сначала хотел поставить на штифт но вот этот шарик я не выбил просто его сточил и не смог просверлить садится сверло поэтому взял и приварил подкрасил немного краской все замечательно вот уже пользуюсь не первый год таким переходником стандартная штатная ручка также одевается ничего не мешает можно использовать ее да вот так если есть желание можно крутить ручкой ну что еще по квадроциклу то что не вошло в кадры прошлого видео это я сделал кронштейн для установки пульта дистанционного управления лебедкой задача стояла следующее нужно было разместить пульт так чтобы он был всегда под рукой его было удобно снять и убрать весь у меня получилось вот следующим образом это сделать пластина из алюминия из двойки выгнута и прикреплена на бачок с тормозной жидкостью эти винты использовал немного другие также через крышку они прикручивают и крышку и эту пластинку пульт встает легко и фиксируется надежно и еще что было сделано это куплен новый топор для этого квадроцикла для использования каких-то туристических поездках в разведке трасс очень я люблю пользоваться топорами потому что ну можно конечно проехать всегда на квадроцикле но где-то не хочется ломиться через завал через бурелом и легче использовать топор опять же главная задача чтобы топор был под рукой и его можно было легко снять и использовать вот таким образом сделал я крепление здесь прикрепил штатное крепление этого топора и вот такое крепление немножко опустил назад сделал снизу сейчас я вам покажу из пластика вот такую пластину и хомутами и и прямо притянул багажной площадке и на нее уже поставил крепление топор замечательно суда встает вообще с топорами у меня какая история на каждый квадроцикл я ставлю топор и вот уже три последних квадроцикла 2 ямахи и вот этот берпи для каждого я покупал свой топор на ямахи были попроще какие-то ну тоже пластик китайские здесь на берпишку конечно купил фискарс и так приступаем к установке выноса радиатора есть у нас инструкция скачанная с сайта берпи куда же без нее ну и сам вынос который устанавливается впереди на бампер икс и мэровский здесь коробочка с разными причиндалами шланги то есть как-то вот он здесь должен встать сюда перед вот этим клювом и радиатор переместиться вверх обязательно считай нужно выносить первая же поездка доказала мне это он у меня уже к концу начал греться поэтому что даже и думать не стоит выносим радиатор и будем катать пока снимал верхнюю панель отвалилась отсюда резиночка нашел ее сейчас поставлю обратно надо смотреть так вот если где-то в грязи ее потеряешь снял боковую панель панели под крыльями отсоединил фары розетку прикуривателя также с той стороны отсоединил разъемы фар и разъем зажигания сейчас нужно мне открутить вот эти винты крепления под расширителей подножек передней верхней панели то есть задача я так подозреваю снять у меня вот эту панель верхнюю сейчас этим и буду заниматься енда relaxe д Kong Dr D vin добрался я до пункта где нужно открутить болты скрепления верхней панели к раме Но мне мешает это сделать Вот этот клюв Чувствую инструкция написана не для модели XMR Поэтому сначала сниму клюв Дальше уже буду двигаться Открутил я вот эти винты И снял еще с крепления блок предохранителей Так как крепление это прикручено к верхней панели Ну что, клюв я скинул Точнее верхний кожух шнаркелей Инструкция завела меня окончательно в тупик Все, устал я читать Сейчас двигаться буду сам потихоньку Однозначно надо скидывать вот этот бампер А потом уже дальше вытаскивать панель Для того, чтобы снять бампер А вон там неудобно Два болта находятся И здесь более хороший доступ еще с этой стороны и с той стороны болт Сейчас их откручу и сниму бампер Чудо техника BRP Так же хрен куда подлезешь Вот такой вот инструмент Только и помог открутить мне этот болт Сначала сдернул Ну и сейчас Блин Еще изловчиться надо его туда завести С той стороной как-то побыстрее получилось Сложная задача выполнена Теперь идет попроще Главное не уронить куда-нибудь болт Потом доставать его, лазать Тоже не очень охота Пиздец, как неудобно Сука, не подлезешь Одну гайку я как-то зацепил А вторую не получается Сука, что-то держит Надо посмотреть, где еще прикручено Да, друзья, инструкции, оказывается, надо читать внимательно А не как я Через лист В общем, не открутил я вот эти два болта Вот они, вот один И там спрятан второй Из-за этого у меня и не получается Не идет Вот получилось Я уж начал все Вот здесь откручивать Начал откручивать вот эту Накладку Снял бампер Ну, блин, вообще ни хрена У меня Он там, пластина Она прикручена к этому кронштейну И болты, они находятся Под верхней панелью Мне не добраться Сейчас откручу Вот эти два болта И вытащу вот этот кронштейн И всю морду вперед Да, думаю, в сервисе было бы сделать это проще Но, блин, мы же не ищем легких путей Блин, почему нельзя с той стороны гайку приварить? Я не понимаю Такая фигня Вот, блин, я столкнулся уже не первый раз А вот Разбирая реник Начинаешь откручивать болт И где-то, блин, снизу нужно залезть И схитриться Чтобы Прихватить гайку Иначе все прокручивается Да, с той стороны Еще надо подлезть Только бы не потерять ничего С той стороны я повесил На липучке Блок ДУ для ребятки Как раз На эту панель Вот он И немного мешал Так Тут у нас что? Тут у нас все хорошо А, вот пару разъемов я не отсоединил Но это ничего страшного Сейчас мы их отсоединяем Давай Ес Ура Я добрался до радиатора Вот Можно увидеть Но в центре он более-менее так чистый По краям, конечно, ничего не промывается В грязи Потом это все накапливается И поры, соты будут полностью забиты Сейчас я сливаю жижу Снимаю его Ну и думаю, на сегодня я заканчиваю Следующий этап Будет уже установка выноса радиатора Сейчас выверну болт, наверное, побольше Хотя, может быть, не стоит и так нормально Задача на сегодняшний день выполнена Радиатор снят Осталось его отмыть Снять бачок Ну и дальше Устанавливать Вынос радиатора И собирать все обратно Помоем пол Антифризом Разобрал я квадроцикл в пятницу А сегодня уже среда Не подходил ни в выходные Ни на неделе не было времени Ну, правда, вот штатный бачок Вытащил Вон он где-то лежит Бачок, шланги Буду устанавливать Тот, который идет в комплекте Почитал в инструкцию Особо ничего не понимаю Только голову еще больше зачесал В общем, надо ставить все по месту Смотреть Если сегодня найду время Вечером Обязательно надо начинать А то вот стоит в таком разобранном виде Потом и не собрать Забудешь, что куда я ее откручивал И сейчас-то уже проблематично вспомнить Ну, ладно Пришли мне еще кое-какие вещи На этот квадроцикл Сейчас как раз займусь распаковкой Вам покажу И расскажу про них Итак, друзья, что же мне пришло Сегодня в обед Все, уехал с работы Не дожидаясь вечера Забрал Все, что было заказано Основное Это я все-таки, думаю, решил Вопрос задней багажной площадки Что на нее буду устанавливать Были мысли И по поводу установки Кофра Риф И вот канистр Различных Ну вот остановился я Не знаю окончательно или нет На штатном Кофре А БРП С быстросъемным Креплением Линк Это кофр Устанавливается На Аутлендер Макс Вместо заднего сидения Идет Ну и так же Не знаю куда он В различные места Кофр маленький Небольшой Вот Много Сильно в него Ничего не уберешь Ну самое главное Вот могу убрать Камеру И уже быстро Доставать Ну и не знаю Чего-нибудь Пару батончиков Сникерса Банок тушенки Термос Хотя бы так Что-то с собой было А еще заказал я В Китае Рюкзак Непромокаемый Чтобы возить За спиной Ну и все Я думаю Хватит Какие-то Походы В экспедиции Квадор Не предназначен Для этого Что сюда пришло Это канистры Тоже Канистра Для БРП Специальная Канистра ЖГК На багажную Заднюю площадку Или даже Точнее На переднюю Площадку Она устанавливается Вот По форме Как раз Должна соответствовать Уже есть Крепежная Пластина Они идут В комплекте Две канистры Как-то мне нужна Одна Хотя Может быть Не Непонятно Как он будет Хавать Этот квадроцикл Я думаю Немало Ничего Я пока Еще не понимаю По всей видимости Вот эти пластины Крепежные Перепутаны На канистрах Вот так Она должна Стоять То есть Вот она Напоминает Форма Повторяет Форму Багажной Площадки С одной стороны И с другой Ставится Но с другой Стороны У меня Разместился Топор Можно его Снимать И на какие-то Соревнования Топор Не нужен Один черт Правилами Запрещено Все рубить Сразу тебя Дисквалифицируют Снимут Вот На соревнования Буду брать Две канистры То есть Запас топлива 5,5 10 литров Я думаю Достаточно Ну и Вот Небольшой Кофрик Сейчас Откручу Я Вот Эту Канистру И Прикину Поставлю Кофр И Разберусь С этими Канистрами С креплениями И со всем Надо бежать На работу Но не терпится Посмотреть Как же Оно Все это Встанет Зашибись Вот До чего Я люблю Когда Сделано Вот так Вот Все По Уму По-людски Я бы Сказал Элементарно Быстросъемный Крепление Линк Кофр Небольшой Я не думаю Что что-то Разболтается Хотя Не знаю Ладно Буду думать Что все будет Нормально Это Канистра Правая Но Площадка Скорее всего Здесь стоит Другая От левой Канистры Вот так Оно Должно Стоять И Вот так И Здесь Должна Стоять Канистра Да Пробуем Менять Местами Тоже В принципе Удобно Идет Комплект Я не скажу Что дешевый Комплект Ну вот Сколько Девять с Половиной Две Канистры Вместе С креплениями Я думаю Ценник Достаточно Приличный Но Учитывая Бюджет Вот этого Квадроцикла Это вообще Как бы Уже Роли Никакой Не играет Надо Ставить То что Нравится Самому От чего Будешь Получать Эстетическое Какое-то Удовольствие Ну и Конечно Это будет Функционально Да Про Бюджет Я уже Говорил Вот в предыдущем Ролике В конце Что Озвучивают Стоимость И Вот мои Вложения Включая Колеса Что еще Вынос Радиатора Расширители Ну в общем Все Что я сейчас На данный момент В него Втыкаю Я в конце Этого Видео Обязательно Подведу Итог И Сообщу Вам В какие Деньги Он сейчас Получился Вроде Все удобно Ничего не мешает Канистрочка Маленькая Можно быстро Воткнуть С другой стороны Канистру Все Останавливаюсь Я на Таком Варианте И Следующая Задача Это конечно Добить у меня Вынос Не знаю Вот вечером Найду Время я Или нет Но Обязательно Надо На этой неделе Его Добивать Устанавливать И Основные Работы По квадроциклу Завершены А дальше Уже Какие то Если будут Доработки То это В процессе Эксплуатации Не появятся Радиатор Я отмыл Вот он Вентилятор Сам Вынос Кожух Ну и Инструкция Начинаю Двигаться По Этапам Собираю Радиатор С вентилятором Ставлю Пластины Вот такие Две штуки Пластинки Прикручиваются Сбоку Винтами 6х16 Верстак Маловат По хорошему Вы все Разложить На каком-то Большом Столе Ну Делаю Все Разложил На полу Вокруг Чтоб Было Место И Начинаю Сборку Собираю Защелки Верхние Крышки Одну Собрал Резиновая Часть Пластиковая Вот такие Две штуки Сейчас Соберу Вторую И Поставлю На Металлическую Пластину Выноса Нормальный Конструктор Для взрослых В общем Есть Чем Позаниматься Искал Видео Кстати На Ютубе Хотел Посмотреть Как же Люди Устанавливают Ну Подробного Ничего Не нашел Уже Какие Это Готовые Проекты Ну Если Кто Профессионально Конечно Этим Занимается Думаю Никаких Проблем Не составит Но Вот Для Таких Как Я Конечно Было Бы полезно Получить Дополнительную Информацию Поэтому Думаю Что Если Вот Получится У меня Все Сделать И Записать Это Видео То Оно Будет Полезно И Другим Пользователям Ну У меня Времени Уходит Наверное Немного Больше А может И намного Больше Чем У Работников Специализированных Сервисов Потому Что Ну Я Не Только Все Это Делаю А Еще Что То И Рассказываю Учусь Этому И Снимаю Записываю Для вас Это Видео Дальше Ставим Резиновые Люверсы Четыре Штучки И Вот Такие Втулки И Уже К ним Прикручиваем Радиатор Появилась Небольшая Проблема Вот Там Гайка И Это Нижнее Крепление Мне Никак Не Засунуть Ключ И Мешает Вот Этот Пластиковый Корпус Вентилятора И Не Зафиксировать Гайку Не Закрутить Винт То есть Вот Этот Сектор Нужно Предварительно Было Вырезать Чтобы Можно Было Туда Подлезь Ключом Поэтому Сейчас Срезаю С одной Стороны И С другой Стороны Другой Другого Пути Я Не Вижу Как Это Сделать Мне Туда Не Подобраться Ключ Не Встает Все Работа Уперлась Порядком Надоело Мне Уже В общем Все Я Установил Радиатор Как Он Устанавливается Сверху Четыре Винта Вот Раз Два Три Четыре И Снизу С той Стороны Тоже С этой Стороны Два Винта И С этой Стороны Два Винта Собрал Бачок Тоже Вроде Больших Проблем Нет Он Крепится Сюда Начал Собирать Горловину Но Столкнулся С какой Проблемой Вот Такие Американские Хомуты Не Знаю Чем Их Зажимать Пассатижами Мне их Не зажать Нужно Какое-то Специальное Приспособление Если Делать Он Кусачками Я думаю Я их Смогу Прорезать Так что Берем Обычный Автомобильный Хомут Покупаем Ставим И думаю Будет счастье Что еще Тут посмотрел Разобрался Нужно Разрезать Вот здесь Овальное Отверстие Для строения Никакого Провозился Я С этим Выносом Ничего Толком Не сделал Набираю Сил И буду Доделывать Эту работу Добивать В следующий раз Работы Продолжаются Я сегодня Прямым ходом С работы В гараж Да Надо Решать Решать вопросы Дальше Вот с квадроциклом Все-таки Наконец Установить Этот радиатор Вот Вчера Уперся Я Уже Приехал домой Наверное Где-то Около Десяти Вечера Из гаража Уперся В проблему С хомутами Что у меня Просто Нет Щипцов Специальных Зажима Для этих Хомутов Ну и Решил Сегодня Купить Обычные Винтовые Хомуты И их Поставить Но Как говорится Не ищем Легких Путей Возникли Кое-какие Мысли Которые Хочу Сразу Попробовать Решить Сегодня И сейчас Вам Покажу Видео У нас Техническое Поэтому Попробую Сделать Самостоятельно Зажим Для Вот Такого Хомута Посмотрел В интернете Это Стандартное В принципе Крепление Хомут Для шруса Такие Применяются Он Зажимается Щипцами Вот так Это выглядит Единственное Что он Одноразовый Вот Ну есть И обычные Винтовые Хомуты Можно Их Использовать Вот Старые Пассатижи Из которых Сейчас Я попробую Сделать Специальный Инструмент Клещи Для Зажима Вот Этого Хомута Ну После Десяти Минут Работы Вот Такой Результат Получился У меня Инструмент Которым Попробую Сейчас Затянуть Хомут Не знаю Хватит Усилия Или нет Кстати Металл Довольно Таки Прочный Блин Он Даже По звуку Слышно А напильник Его Хреново Берет Советские Пассатижи Подкаленные Я думал Достаточно Будет Легко Мне их Обработать Напильником Ну Пришлось Попотеть Немножко Ну А сейчас Две Трубы Удлиним Ручки И попробуем Зажать Хомут Ну Как-то Так Такой Вот Результат Конечно Не очень Удобно Ручки Надо Побольше Ну В принципе Рабочий Вариант Не знаю Что-то Поставлю На эти Хомуты А Что-то На Стандартные Винтовые Заглянул Серега В гости Ну Че Скажешь Как тебе Этот аппарат 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 Хороший Только Я не знаю Зачем ты его разобрал Еще сезон Не закончился Надо кататься А ты Все разобрал И что-то Тюнинг Какой-то Шмунинг Я уже Еще не знаю Когда поедем Кататься с тобой Ну Мы же Стали Гараж Гаражными Райдерами Скоро Диванными Райдерами Диванными Совсем Уже Диванные Войска Скоро Переведут С такими Подходами Слушай Мне осталось Я думаю Недолго Вот уже Вынос Сейчас Остаются Последние Штрихи Устанавливаю Декоративную Накладку Ну И шланги Протаскивать А Мне еще Клюв Вот этот Пилить Слушай Мне помощь твоя Нужна Я не смог Разъем Панели Снять Может Попробуешь Помочь Я хочу Снять фишку Да Я не могу Ее снять Вообще У меня Не получается Видишь Сбоку Красная Фигня Я уже Оттянул Она Я оттянул Так вот Куда ее Надо Тыщить Вот эту Вот Колодку У меня Она не тащится Нифига То ли Новая То ли Еще Чего У меня Появился Оператор И помощник Серега Сейчас мы С нее Разложили Эти самые Шланги Все Хоть понятно Стало Куда Ставить А тот Тоже Такой Конструктор Ну и Начнем Резать Для того Чтобы Выпустить Шланги Режем Клюв Или Рог Кому Как Больше Нравится Мне Так Нравится Клюв Сега Ты думаешь Что это Рог Или Клюв Что тебе Напоминает Нос Нос Нет Мне Клюв Но если Кляж Ногами Перу Это Будет Нос Нет Кавказский Просто Кто Как Называет Эту Штуку Крышка Шноркеля Продыряю Или Клюв Сейчас Прорежем Но Кстати Все Сделано По Уму По Людски Здесь Даже Размечено Место Которое Нужно Вырезать Тут Был Круг И Вот Две Полосы Сейчас Прорезаю И Все В Принципе Вся Резка На Пил 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 запилили мэсэмэр зато все четко аккуратненько как должно быть вообще очень нравится модель вот на yamaha такого нет нет штатных аксессуаров можно сказать заводских которые вот так вот классно встают на yamaha если что-то делать там что действительно заниматься колхозом нет даже площадок разных багажник багажных кофров канистр ну ничего практически нет специального для yamaha разработанного почему-то я считаю это большим упущением то что на берпи есть можно купить классные аксессуары это очень здорово мыть будет стать и удобно снял до накладочку открутил даже новая тема глухие какие-то чтобы грязь не попадала слушай мне как-то глухой ну где нет это опять соня красоты да вопрос в плане эффективности то чтобы грязи не закидывала ну ты струячишь первым все время поэтому на тебя никто на тебя никто грязь не кидают как бы да как он охлаждаться будет все равно непонятно хорошо охлаждаться я же ездил на 570 закрыт полностью закрывать буду я пока не знаю посмотрю но в принципе сделать накладку сверху поставить на арома несложно пробовать хотя люди уже все попробовали 10 раз и ездят закрытыми утро пятница дети идут в школу но я еду в гараж да друзья еду доделывать то что не получилось доделать вчера вечером благодаря сергею его помощи у меня уже практически все готово до 11 вечера вчера были в гараже и сегодня утром перед работой я решил тоже заскочить доделать небольшие нюансы потому что но вот неделю назад я разобрал квадроцикл сегодня как раз пятница нужно завершать этот проект вот и уже что ну дальше кататься конечно да я думаю будут еще какие-нибудь доработки но это все в процессе а сейчас давайте посмотрим что у нас получилось получилось у нас друзья вот что стоит вы нас радиатора такой вот красавец квадроцикл вот нужно не залить сейчас жидкость но прежде чем заливать осталось подтянуть патрубки вот этот соединить его обрезать укоротить состыковать и там вот вверху я не закрутил хомуты уже все собрал буду закручивать но самое главное вчера блин все в торопях попыхах я уронил гайку крепление выноса бамперу а я даже не знаю где она все обыскали где-то в защите там бы наверно валяется придется разбирать так это не охота ну чё делать творческий процесс закончен все вот они инструкции в принципе все довольно таки подробно есть небольшие нюансы по установке я немножко накосячил остались у меня вот такие детали но не хватило четырех гаек сначала даже не понял что такое думал или не американцы не положили еще что оказывается я вот сюда поставил гайки нужно было поставить вот такие штуковины еще внизу геморрой лса вы видели обрезал вырезал для того чтобы засунуть ключ но все уже все стоит все нормально на гайке не хуже даже еще лучше надежнее вот оставляю как есть все установил 4 гаечки нашел как вы нас крепится к бамперу бампер икс и мэровский здесь у образные шпильки крепится с гайками и вот здесь впереди можно увидеть снял заглушки уже есть штатное отверстие в этом бампере вставляется винт пластиковые специальные втулки не все затягивается вот видите гайка белая стоит который я поставил сам умнее не хватило да еще раз про инструкции инструкции конечно вообще классная написано все четко даже вот этот момент смотрите вот этот шланг штатный нужно обрезать на 114 миллиметров выставляем на штанге ли 114 миллиметров прикладываем и смотрим вот видно тот который идет в комплекте и это просто парни вообще все четко до миллиметра инструкция подробная но перевод наверно немножко корявый вот последовательность так вот чуть-чуть есть моменты которые не очень хорошо стыкуются но все равно все супер реально все сделать самому шланг я обрезал все достаем супер клещи для хомутов мои и затягиваем система работает не скажу что очень удобно коротковатой ручки поэтому ну вот с трубками то что есть под рукой да и делаем если заниматься этим профессионально конечно нужен инструмент но мне как говорится и так сойдет вот она гаечка пришлось снять защиту тоже блин достаточно геморрой на особенно вот эти два винта последние гайку нужно держать оттуда никак не не заберешься были это вообще еще тот секс все ставлю на место гаечку главное ее снова не уронить так наживил все притягиваем вы нас заливаем жидкость ну и все подводим итоги работы и так друзья закончилась основная часть доработок и установки дополнительных аксессуаров на бирпи а ренегат xmr 1000 2021 модельного года я очень доволен результатом сделал вот все что я хотел о чем мечтал в первую же поездку у меня вот сразу сложилось и вот мнение видение что я хочу на него поставить но о том как это будет в эксплуатации и устроит меня этот результат или нет ну возможно конечно доработки какие-то обязательно будут но я думаю будет все классно я получил что хотел и буду сейчас испытывать ну и вот как обещал всем же интересно какие деньги обошелся этот проект да этот проект включая покупку самого квадроцикла перевалил уже 2 миллиона ну что делать это классно что есть такая возможность заниматься любимым делом покупать такую технику строить показывать ее вам то есть я очень доволен ну давайте тогда посчитаем сколько вот сам квадроцикл он стоил считаю грубо там не считаю там какие-то копейки тысячи рублей тысяч стоил один миллион восемьсот семьдесят тысяч и 175 тысяч обошелся весь как бы дополнительный тюнинг дополнительные аксессуары ну не считая работу работу вы видели вот да вот все вот этими руками все самостоятельно у меня получилось сделать а чему я еще раз беру что очень я этому доволен ну и перечислим что здесь на нем установлена резина айтипи мудлайт 30 на 12 диски стоило семьдесят тысяч рублей диски штатные ренига берпи g2 стоили 16 тысяч рублей вы нас оригинальный оригинальный 36 тысяч рублей дальше трос синтетика лебедки и плюс три с половиной тысячи рублей пульт ду стоил тысяча рублей крепление для планшета стоило две тысячи рублей расширители арок стоили десять тысяч рублей так что еще не пропустить бы ничего ну я думаю все а площадка двадцать одна тысяча рублей кофор фискарс пять тысяч рублей кофор шесть а канистры раз где-то тут вон вторая канистра лежит кстати наверное на гонке будут ставить две канистры или вообще найду место для топора куда-то закрепить другое место и буду ставить вот две канистры ну что что еще не знаю может что-то забыл вроде рассказал вам про все конечно еще раз повторюсь в процессе эксплуатации появятся еще какие-то доработки есть много всего хочется на него установить включая даже и глушитель яшимура дополнительный свет вот что но в ближайшее время что я обязательно сделаю это воткнул кранец и надо закрепить огнетушитель для соревнований требуется ну по крайней мере сделать крепление и поставить огнетушитель все вот на этом все вам спасибо что досмотрели до конца до новых встреч друзья до новых встреч